Ой, сегодня классная тема, ребята, как правильно должен работать кишечник. Я даже более того скажу, как правильно вы должны понимать, что у вас правильно работает кишечник. Тавтология, но вместе с тем. Итак, когда-то давным-давно я, наверное, делал видео на эту тему и, наверное, говорил там. В одном из интервью говорилось, что да, человек там, индус какой-то, покушал и уже через 20 минут сходил в туалет. Вот я подумал, что за чушь. Нет, друзья мои, вообще никакая чушь. По правильной работе кишечника мои драгоценные, а это самое важное, потому что когда-то в одной из презентаций одной из компаний я выступил со сцены и сказал, не важно, что вы кушаете, важно, как вы какаете, как это у вас получается, и сколько страданий вы испытываете при дефекации. Так вот, первое и самое основное по поводу работы кишечника, это то, что он должен работать. Если он не работает, и если вы раз в день не сходили в туалет, по-большому, это значит плохо. Чуть не сказал совсем плохо. А если вы три дня не сходили в туалет, то это очень плохо. А вот если вы неделю не сходили в туалет, это жопа, понимаете, причем большая жопа. И это катастрофа, можно сказать. Итак, как же правильно должен работать кишечник? Рассказываю вам. Вы поели, и уже часа через три вы должны сходить в туалет. Нет, это может быть, из вас выйдет предыдущая какая-то пища, но во всяком случае она продвинется по кишечнику. То есть перестатика сама по себе работает. Если этого не происходит, все плохо. Настя, я что-то не то говорю? Нет, я просто, когда вижу скорбные глаза Насти, мне кажется, что я что-то ни туда, ни в ту сторону попер. Видите, как она на меня влияет? Даже когда я говорю о дефекации. Это интересно. Так вот, что вы должны понимать? По состоянию кишечника вы вполне можете ощущать, насколько вы здоровы. Если он работает очень хорошо, значит, у вас есть шанс выбраться из любого хронического заболевания. А если он работает плохо, то тогда большие проблемы. Думайте, получайте знания. И с вами был я, Аркадий Аздобов. КОНЕЦ Продолжение следует...